Почему я как бы хочу именно собрать людей и мастер-группу? Вот вам сейчас точно скажу. Почему группа? Я много раз пробовала и индивидуально с людьми работать, и в группе. И я убедилась в том, что существует такое понятие, как групповая динамика. То есть люди, объединенные определенными общими интересами, поддерживающие друг друга, обменивающиеся какими-то впечатлениями, друг другу помогающие. Кроме того, в группе получается так. Один может на группу единомышленников как бы прозвучать голосом, и все могут его как-то оценить, похвалить, сказать о недостатках. То есть у нас есть своя собственная, очень благожелательная, очень такая тёплая аудитория, на которой мы можем практиковаться. Когда один на один я одна слушаю и могу сказать своё мнение. И вот когда все стремятся, все как-то вот что-то делают, выкладывают свои наработки, да, то это сильно подстёгивает других участников. Понимаете, о чём я говорю? Возможно, вы участвовали в каких-то других группах или тренингах групповых, да, и знаете об этой тонкости групповой работы. То есть люди тоже же пришли, в принципе, с подобной проблемой. Поэтому они очень хорошо понимают друг друга внутри группы, очень хорошо поддерживали друг друга. И прямо вот и аплодировали. Мы же включаем и веб-камеры, и микрофоны, и видим друг друга в этой группе. Прямо друг другу аплодировали. Ну, я, правда, в некоторые моменты включаю кого-то одного, для того, чтобы у меня не было фонового звука. А в некоторые моменты я могу включить и все, как бы, микрофоны, чтобы человек послушал сладкий звук аплодисментов, если у него что-то хорошо получилось. Это очень хорошо, это очень приятно. Знаете, вот это тот самый момент успеха, да, на котором человек может построить свои дальнейшие занятия. Часто у человека что-то не получается, и он бросает. Ну, известная история, правда же? А когда он чувствует, что у него что-то получилось, его похвалили, ему поаплодировали, вот это тот момент, на котором можно строить свой дальнейший успех. То обучение онлайн, которое я задумала, там будет и группа, и в то же время, время после групповых занятий, когда я смогу каждому уделить внимание и послушать, а правильно ли выполняется упражнение, да? Ведь масса таких случаев была, когда человек посмотрел даже видео, видеодемонстрацию посмотрел, делает, а потом спрашивает мне, где-нибудь вопрос пишет, а вот я делаю, а у меня ничего не получается, нет никакого результата. Потом мы созваниваемся в скайп, я слушаю и говорю, а неправильно делаете. Вместо вдоха выдыхаете. Вдох недостаточно короткий. Здесь посыл звука не туда. И так далее. То есть вот этот вот контроль, он с другой стороны, он в общем-то тоже присутствует, несмотря на то, что в группе вот такая тёплая дружеская атмосфера. Как правило, ну вот у меня уже есть такой опыт, моя предыдущая группа, она сохранилась в ВКонтакте, я, правда, оттуда удалила лишних участников, которые уже прошли обучение, да? И в группе ВКонтакте, почему в соцсети ВКонтакте? Мне говорят, вот нам удобнее там на Facebook, вот нам удобнее в Скайпе. В Скайпе очень быстро проскакивает лента. Просто ничего невозможно зафиксировать. В ВКонтакте есть очень хороший функционал. Там и видео можно выложить, и опросник, например, какой-то в обсуждениях, да, где каждый выкладывает, например, ссылочку на своё аудио. Функционал лучше, удобнее. Я пробовала в Facebook и пробовала в Скайпе. То есть я остановилась там, где это удобнее.